В этой теме мы кратко рассмотрим работу с графикой при помощи различных программ. Как я уже ранее говорил, наша задача не входит в изучение фотошопа и других популярных программ, хотя, безусловно, их полезно знать, и к ним мы как-нибудь обратимся. Но для освоения этих инструментов лучше пройти соответствующие уроки по книжкам или видеокурсах, благо сейчас они доступны в сети и зачастую есть на сайте производителей. Наша задача несколько другая. Для растровой графики мы рассмотрим консольный графический редактор ImageMagic. Чтобы от этой лекции было больше проку, установите себе эту программу. Дистрибутив бесплатный существует под все распространенные десктопные системы. Итак, где используется ImageMagic? Обычно на сайтах. Вы загружаете большую фотографию в галерею, там из нее создается превьюшка и экранные копии разных размеров. Это делается автоматически, и один из распространенных инструментов как раз ImageMagic. Он же накладывает логотипы и вводные знаки на фотографии в витринах интернет-магазинов, ну и так далее. А теперь бытовой пример. Наверняка вам когда-нибудь было нужно записать фотографию в другой формат. Или повернуть, или изменить размер. Давайте представим себе такую задачу. Есть фотографии из поездки, их нужно подготовить для печати и размещения на сайте. При этом поставить логотип и снабдить подписью. Что для этого предстоит сделать? Результаты будут представлены в исходной цветовой модели в RGB для сайта и в CMYK для печати. Фотографии для сайта мы уменьшим, но сначала наложим текстовую подпись и изображение, причем не прямоугольное, а с прозрачностью. Некоторые изображения потребуется повернуть. Повернуть можно на любой угол, но мы ограничимся 90 градусами. Загрузите все исходные файлы, с которыми вы будете работать, в соответствующую папку. У меня она называется Source. Как видите, здесь есть пара фотографий и изображение, которое мы наложим в качестве логотипа. Вы можете выбрать любые фотографии, любое такое изображение, и важно, чтобы в нем была прозрачность. Я его взял с Википедии, вы можете найти любое в Гугле по запросу что-нибудь PNG. Обычно вылезает изображение с прозрачностью. Как искать изображение с прозрачностью? Берем Google и в просмотре изображения для загрузки в поиске картинок мы должны увидеть вот такие шашечки. Это значит, что это прозрачность. И сохраняем изображение себе на диск. Вот у меня называется Transparent PNG. Первым нашим действием будет наложение этого самого логотипа на фотографию. Что мы для этого сделаем? Мы перейдем в исходную папку. Оттуда запустим консоль. Вот вы видите, с командную строку. Я попросил объединить. Композит — это часть пакета ImageMagic, который позволяет накладывать изображение. Попросил сместить изображение на 100 пикселей влево и на 20 вниз. Потому что отсчет идет от верхнего левого угла. Почему я это сделал? Потому что изображение, как видите, слева имеет большое поле, сверху маленькое. Чтобы оно было на равных расстояниях от угла, потребовалось смещение. И указал файл изображения с прозрачностью, который будет наложен на вот этот вот кадр фотографии. И указал файл вывода. WorkResult1JPG. Посмотрим, что у нас получилось. Как видно, логотип встал на свое место, но он немножко большой. Мы сейчас его уменьшим и наложим еще раз. Для этого нам потребуется изменить размер этого изображения. Модуль Convert позволяет производить преобразование самих изображений. Ну и, соответственно, ключ Resize позволяет изменить его размер. Можно указывать в процентах, можно в абсолютных значениях пикселей. Дальше указывается исходный файл и файл, в который надо будет записать. Как я говорил, мы все промежуточные результаты записываем в папку Work. Source мы не трогаем, это наши исходные данные. Смотрим, что получилось. Вот у нас появился файл и его размер, как видите, 320 на 240 точек, как я и попросил. Теперь мы можем повторить предыдущие наши действия, но указать в качестве исходного файла уже наш новый. Да, ну и, естественно, смещение нам такое большое уже не понадобится. Давайте оставим что-нибудь поменьше. Как-нибудь вот так. Посмотрим, что получится. О, теперь у нас есть небольшой аккуратный логотип в левом верхнем углу. И теперь нам понадобится разместить подпись, что это на картинке Колизей. Чтобы подпись читалась, разместим ее на черной плашке. А вот файл не появился, потому что я забыл указать папку Work в выводе результата. Сейчас мы сделаем все то же самое, но в папку Work. Тут же появляется результат. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Итак, аккуратная подпись под картинкой на черной плашке читается в любой ситуации. Логотип тоже на месте, он тут уже и был. Но если нам не нравится подпись на черной плашке, и мы хотим ее сделать сверху, то давайте попробуем поменять какие-нибудь из параметров этой команды. Смотрите, что здесь что значит. Сейчас я вернусь сначала к курсорам, следите. Итак, конвертируем исходное изображение белым текстом по черному боксу, то есть по черной плашке, внизу, здесь как на карте, юг на внизу, шрифтом с размером 100 пунктов, со смещением 10 и 5, соответственно, пикселей, пишем колизей. И выводим все это дело в результат 2.jpg. Вот эти вот пробелы между кавычками и текстом нужны, чтобы остались небольшие поля слева и справа, иначе бокс будет примыкать прямо непосредственно к тексту. Давайте сделаем по-другому, уберем бокс, допустим, нам не нравится черная плашка, и разместим это все наверху. Можно указать абсолютные координаты, в общем. Да, и сделаем это все побольше, текст пусть будет у нас в полтора раза больше, 150 пунктов. Посмотрим, что получится. Вот. Надпись переехала наверх, стала без подложки, без плашки. Таким образом, можно делать и более интересные эффекты. Вы можете посмотреть в документации, там можно и с тенью, и расширить изображение, чтобы надпись была снаружи изображения. В общем, много разных вариантов есть. Теперь наша задача сделать все то же самое на другой картинке. Но, как мы помним, с другой картинкой у нас была небольшая неприятность. Если вы успели заметить, она наклонена. Поэтому перед тем, как мы с ней что-нибудь будем делать, нам ее нужно повернуть. Это очень простая операция. Нажимаем Convert, Rotate. Что я сделал? Я попросил повернуть Sample2.dpg на минус 90 градусов и положить в папку Work. Вот мы это и наблюдаем. Здесь, видите, исправленная фотография. Теперь к ней можно применить все те же действия, которые мы делали с предыдущим кадром. Вы можете использовать клавиши вверх-вниз, для того, чтобы выходить по командам. Так, накладываем тот же логотип в то же место, но уже к новому файлу. Видим, что логотип наложился, там, правда, машинки вмешаются. Ну, ладно. И делаем также подпись. Так, мы применяем ее к Work Result 3. Мы будем без бокса, так же, как в последнем случае. Мы опять же сделаем ее наверху. Вот у нас получилась также подписанная фотография. Следующий шаг — это подготовить к печати наши фотографии. Для этого нам потребуется преобразовать их в CMYK. И второй момент, который нам потребуется, это указать разрешение 300 точек на дюйм. При этом, сам размер фотографии мы сейчас менять не будем. Если смотреть в свойствах файла Windows, то тот факт, что она находится в цветовой модели CMYK, отражается лишь в глубине цвета 32 бита. То есть, это 4 канала по 8 бит. Если вернуться посмотреть свойства исходного файла, из которого мы это делали, то мы увидим глубину цвета 24 бита. Итак, уменьшим две эти картинки, которые мы только что готовили для печати, для того, чтобы разместить их на сайт. Для этого используется команда Resize и указываются максимальные размеры, в которые нужно вписать изображение. То есть, если мне нужно, чтобы и горизонтальная, и вертикальная картинка поместились в своей большей длине в 700 пикселей, то я просто указываю 700 на 700. А второе измерение он изменит пропорционально. как видно, по ширине 700, по высоте 467 пикселей. Только все это надо было разместить в папке Site. Таким образом, мы проделали довольно простые операции, хотя на самом деле ImageMagic позволяет делать довольно сложные и комбинированные преобразования файлов графических. Но это вы можете подробнее изучить в документации. Есть масса статей про это и на сайте ImageMagic.org есть хорошая, сопроводительная документация. Теперь перейдем к работе с видео.